При помощи волкводера настраиваемся на нужную станцию. Сейчас посмотрю, какая у нас стоит разрешение. Я установил разрешение FFT-16000 точек на спектр, чтобы более подробно видеть сигналы. Субтитры создавал DimaTorzok У нас сейчас полоса приема 3 кГц. Слышим, что сосед в небо снизу по частоте попадает. При помощи кнопки FD фильтр-даун можно сузить полосу. Сужается от широкой к узкой. Если ее продолжать нажимать, то она по кругу будет перекричаться. Видим, что сосед по соседству, сосед по частоте здесь никак не влияет на наш принимаемый сигнал, потому что он находится за полосой фильтра. Зум панорамы можно регулировать при помощи кнопок Z+, Z- или при помощи мыши, нажав правой кнопкой на разделительную шкалу, потащив вправо. Синий треугольничек это Zoom Position Marker, то есть центр зиммирования. Относительно него происходит увеличение и уменьшение масштаба. В нужном месте можно установить этот маркер при помощи клика мыши колесом, потянуть вправо и увеличить уменьшение масштаба. Дорога на самый дождь, он находится в Казанио, который в Казанио-Казанио отправил на Монежосе. Дорога на амбайнд-рагменты не означает неизвестное амбайнд-рагменты. Обратите внимание, что мы настроились на несколько станций по частоте, и теперь хотим вернуться на одну из них назад. Программа запоминает до 16 шагов настройки по частоте, и теперь при помощи кнопки Q-Memory, быстро память, назад можно вернуться на одну из частот, на которых мы будем. Точно так же можно пойти вперед. То есть реализована концепция работы с частотами как с шагами, допустим, как в нашем интернет-браузере, мы походили по страницам, и хотим вернуться назад. Точно так же нажимаем назад, и можем вернуться на частоту предыдущую нашей настройки. К примеру, мы хотели сработать, провести QSO с Dx-станцией, не смогли ее дозваться, ввиду того, что слишком много станций, и решили сделать это чуть позже. Вернуться на эту частоту можно при помощи кнопки быстрой памяти Quick Memory. Хочу обратить внимание, что Quick Memory назад-вперед, назначенный, но на функциональной клавише F3 и F4, на которой можно назначить и другие функции. К примеру, здесь на панели на клавишу F1, сейчас в моем варианте, этот вариант, он по умолчанию, назначена кнопка Start, то есть можно остановить программу и застартовать ее. Можно включить Benscope. Benscope это... Так, сейчас у нас... Benscope нам дает панорамный обзор всего КВ-гиапазона от 0 до 80 МГц. Его можно включать-выключать при помощи кнопки B, S. Об Benscope я чуть-чуть расскажу позже в другом видео, более подробно. Сейчас мы его выключим. Быстрая память назад, быстрая память вперед, F3 и F4. RX-антенна, TX-антенна. Это тоже назначенные функции. При помощи кнопки RX-антенна можно переключать приемные антенны. Вверху на панели программы мы видим индикатор HF-RX-антенна А4. Если я нажму еще раз, будет антенна А1. Когда сигнал пропадает, автоматический алгоритм водопада автоматом подкрашивает водопад в соответствующие цвета. Повторное нажатие кнопки F5-RX-антенна переключает по кругу приемную антенну. Также можно нажать мышкой или пальцем на сам индикатор антенны и в выпадающем списке выбрать нужную антенну. Передущая антенна также может быть переключена последовательным нажатием кнопки F6-RX-антенна по кругу от первой А1-HF-RX-антенны А1- А2-А3-А4. Хочу заметить, в предыдущем видео я это указывал, что если у нас есть приемная антенна, допустим, RX-4, RX-only А4, четвертый антенный разъем, мы указываем его как приемный. Передача здесь блокируется. Соответственно, мы не можем передать. Можно закрыть меню. мы имеем подключенную приемную антенну к разъему А4. Что сделать, если мы хотим оперативно использовать эту приемную антенну? Допустим, мы работаем с стандартной антенной А4, ground plane многодиапазонной, и хотим послушать ту же самую станцию с Beverage, к примеру, подключенного к разъему А4. На любуюсь программируемых кнопок можно назначить функцию RX-A4, RX-A4. И теперь при нажатии на кнопку F8 автоматом включится антенный разъем А4, наша приемная антенна. При повторном нажатии включается назад наша стандартная антенна. Таким образом, буквально в одно касание мы можем слушать приемную антенну. Последующее касание включает нашу стандартную антенну, на которую мы работаем на передачу. Таким образом, можно назначить несколько антенн, к примеру, А3-4. В меню антенного коммутатора задач, что приемных антенн у нас, допустим, две, может быть, три максимума. И выбирать, какую антенну мы хотим использовать. Вот так. Два слова хочу сказать о шаге перестройки по частоте. При вращении валкодера трансивер перестраивается по частоте с определенным шагом. Этот шаг задается кнопкой Step. В стандартном варианте, то есть по умолчанию, Step отображается вот здесь в программе SDF трансивера. И как видно, сейчас у нас выбран режим Auto. Режим Auto обозначает, что при медленном вращении валкодера шаг перестройки по частоте будет равен одному Герцу. То есть плавно. Как только мы начинаем вращать быстрее, шаг автоматически увеличивается до 5 Герц, 10, 15, 20 и так далее выше. При сильном вращении видно, что я могу за четверть оборота перелистать, скажем так, весь диапазон 40 метров. Также можно при помощи кнопки Step выбрать фиксированный шаг перестройки 1 Герц, 10 Герц, 50, 100 Герц и Auto. Для режима SSB максимальный шаг перестройки это 100 Герц, фиксированный. Для режима ЧМ, АМ он будет больше, для режима телеграфа он будет меньше, то есть более точным. Как показывает практика, режим авто удовлетворяет всем требованиям и для CW режима и для SSB, поэтому в принципе все пользуются шагом авто и фиксированный шаг не используют. Кнопка Lock слева снизу блокирует перестройку по частоте, переключение диапазонов, соответственно можно ее применять при работе насеки, к примеру. На этом в этом видео все.